Мир вам, братья и сестры! Мы продолжаем молиться о святости Церкви и, естественно, о святости каждого из нас. Сегодня я хотел бы обратить внимание о святости в словах. Два места писания. Псалом 18, 15 стих. «Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Второй текст, 1 Петра 4, 11. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божие». Итак, молитва о святости в словах. Наша речь, наши слова показывают, что мы дети Божие. Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 4 главе, 24-25 стих, призывает облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. И рассуждая об этом, он пишет, «Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу». Написано, слово ваше да будет «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. Отец лжи дьявол, участь лжецов в озере огненном, горящей огнем и серою. Далее мы читаем, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы она доставляла благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святость в словах – это то, что Бог ожидает от своих детей. Помните, когда Петр был в приторе Понти Пилата, и кто-то стал узнавать в нем одного из учеников, то ему сказали, «Речь твоя выдает тебя». Естественно, это был или акцент, или диалект его, узнали его, что он галилеянин. Но есть и особый акцент и диалект христианской речи, то есть речь Дитя Божия. И это должно быть заметно. Увы, мы с болью замечаем, что мирской сленг становится почти нормой. Говорит ли кто, говори, как слава Божия? Об Иисусе Христе говорили даже враги. Никогда, никакой человек не говорил так, как он. Вы помните, Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 12 глава, 36-37 стих, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Если такая ответственная за праздные слова, а как со сквернословием, клевета, сплетни, перенос, плотские шутки, анекдоты, многословия, человек теряет присутствие Божия, когда он все это употребляет в своей речи, и, конечно, не являет святости Божией. Важно также, с каким тоном мы это говорим. В наших словах может быть ирония, возмущение, злоба, крик, сарказм, просто грубое слово. Я помню, как-то один брат беседовал с другим, и он буквально кричал на него. Я спрашиваю, почему ты кричишь? Он говорит, ну не доходит же, не доходит до него. Я говорю, слушай, а если вот на тебя кричат, до тебя лучше доходит, тебе это нравится? Он так подумал и сказал, ну если честно, я бы оскорбился, мне это не нравится. Я говорю, так вот, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, со всякой злобою, да будут удалены от вас. Это не просто тебя оскорбляло бы, это есть оскорбление Святого Духа Божия. Он Святой Дух. Так и написано. Братья и сестры, очень важно написано, человек должен быть медленным на слова. Об этом пишет апостол Яков. Всякий человек, да будет медлен на слова. Почему? Мы должны взвешивать, обдумывать, мы должны сверять это с Писанием. Если наши слова написаны, всякое слово должно быть с благодати приправлено солью, оно должно нести назидание. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша речь была достойна речи сынов и дочерей Божиих. Предлагаю искренне помолиться о святости в словах. Пусть от сердца мы скажем, да будут слова ус моих, благоугодны при Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Святость в словах. Будем молиться. Время 21.00. 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 Время 21.00.